Сестра, помолишься? Сейчас спою. Занятия начинаются. Господи, благослови наше занятие. Господи, дай нам мудрость, разумение Писания, память в изучении Слова Твоего. Благослови нас, Господи. Слава Тебе, Боже наш. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Сбаси Христос. Так, сегодня у нас 6-е, ноября 22-го года. Сегодня также в Барнауле. Крестово-эзническая община, храм. Так, и у нас продолжение. Евангелие от Иоанна, 6-я глава, с 39-го по 43-го по 47-й стих. С 43-го по 47-й. Так, а все правильно было открыто. Так. С 39-го по 40-й. Вот так. Итак, читаем мы вопросы какие-нибудь. Толкования обязательно приложим. Иоанна, 6-я глава, 39-й, 40-й стихи. Воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Толкование. Блаженный Феофилакт. Воскресение двоякого рода. Одно общее и вселенское, которым воскреснут и все грешники, ну то есть праведники тем более. А другое, которым воскреснут одни только праведники, восхищаемые на облаках, по воздуху, настречу Господу и встречающие Господа с дерзновением. Сие последнее воскресение апостол Павел называет возвышением по причине поднятия от земли. Ибо грешники, хотя воскреснут от гробов, но не поднимутся от земли на воздух, а останутся внизу, как осужденные. Посему праведники и воскреснут, и поднимутся, восхищаемые на облаках, навстречу Господу. 1 Фессалоникийцам 4 глава 17 стих. Кто откроет, будет молодец. 1 Фессалоникийцам 4.17 А грешники только воскреснут. Так, ну вот, мы сейчас прочитаем первых фессалоникийцам и поподробнее заглянем. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, сретене Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Вот, сретене Господу. На воздухе. Так, у кого-то вопрос конкретный есть? Чтобы отвечать на него? Или ставить вопросы нам самим? Никаких вопросов? Ну, давайте тогда так начнем. Двоякого рода воскресенье. Общее воскресенье. Ну, давай, Иннафа, расскажи нам. Общее воскресенье. Как произойдет картину раскрой, чтобы на это затрепетали? Ну, придется время, скажем так, час. И все мертвые восстанут. Обретут плоть и общее воскресенье. Общее воскресенье. Начнется страшный суд. И что, что это будет, как оно, как оно, как оно, общее воскресенье. Я про это тебя и спросил. Все, все люди, все обретут, скажем так, встанут, откуда, где они лежали, и души вернутся в их тело. А как они встанут? Точнее. Я представляю, что прямо из земли, если честно. Какого-нибудь страшного фильма. Светит. Светит? Светит. Светит. Так, а местописание нам не подскажешь какое? Не мучить тебя? Нет, не мучить. Ну, ладно, тогда местописание. Вот из Икиля 37 глава. Прочитаем, как все это будет, чтобы нам было попонятнее. Ролики есть хорошие, Людмила Тихоновича. Ролик, ну, мы сейчас ролик не будем же смотреть. Нет, ну, там по описанию. Ну, я понял. Так, давайте самое начало. 37 глава. И была на мне рука Господа. И Господь... Сейчас я уберу эту вот, освещаю. И Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля. И оно было полно костей. И обвел меня кругом около них. Или кругом. И вот весьма много их на поверхности поля. И вот они весьма сухие. Это 37 глава с первого стиха. Сухие кости. Очень много костей. Все кости костей завалено. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости сие? Ну, то есть, как мы вопросы тут задаем друг другу. Так, ангел, как бы, задает и пророку вопрос. Я сказал, Господи Божий, ты знаешь это? Вот хорошо бы нам тоже. Так, чтобы Господь нас водил. А мы, да ты знаешь, Господи. И тут, и сказал мне, из реки пророчества на кости сие. И скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Кстати, когда вы представляете это все себе, картину. Представляете, что там и ваши кости тоже находятся. Ну, какие, представьте, какие они. Очищенные их там, ну, в полях помело. Или вдруг они под землей желтоватые там, какие. Ну, в общем, они все вот там грудами, грудами. И не определишь нигде, где мои ребра, отдайте. Не скажешь. А Господь все знает. И пророк говорит это. Это очень тоже интересно, почему именно пророк говорит. Сейчас будет дальше. Так говорит Господь, Бог костям си. Вот я веду дух вас. Дух, причем с маленькой буквы. И оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей. Понятно, как надо было рассказывать? И введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Мне вот интересно, вы же врачи оба. Вот глядите, вот мне всегда это очень интересно. Обложу вас жилами. Как вы себе это вообще... У вас воображение хорошее? Можете себе представить операцию прямо вот? Да. Вот глядите, вот одни кости. Да, одни кости. Вот кости, больше ничего нет. Вот жилы, это же суставы какие-то, сухожилия. Все к ним относится. Да, да. И пойдет-пойдет сращивание, 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 и все. Вот то есть, допустим, давайте начнем с кончиков пальцев. Вот они как будут выглядеть на косточках? Как вот приблизительно? Можете? Жилы. Ну да, вот жилы, сухожилия, суставчики там. Вот суставчики, потом тянутся. Они какого цвета? Белого. Белые, да? Да. А вот суставы, они как накладываются? Они же как суставы, а потом они стягиваются вот таким, как сухожилием каким-нибудь. Ну, они вот так соединяются. Сухожилия, они вот... Да, ну да, вот эти все, как хрящи, да, да, да. Это же все к ним же относится. Это все к ним относится. И вот, допустим, рука, она как будет выглядеть? Вот сильно переплетенная она будет? Или, ну, сколько? Вот с этой стороны будет тоже что-то? Я думаю, будет все, как было. Переплетется все. Ну, вот здесь тоже идут какие-то? Конечно. Нет, но они идут внутри, как бы, их не видно. Нет, нет, я понимаю. Я говорю, вот эти вот самые сухожилия, они с этой стороны, и вот с этой тоже есть сухожилия? Нет, они единственные, единственные, как сосуды. Это все имеет соединительная ткань. Есть у нас мышечная ткань, нервная ткань, а это соединительная ткань, так называется она. Внутри руки. В нее входят вот эти жилы и соединение между суставами, разными суставами. Да, да, я понял. И они там их не 10 штук вот так, а они идут сосудами, с лимфоузлами, вот так они идут и идут везде. Я видел рисунки Леонардо да Винчи, которые он делал на людях, и там вообще непонятно, человек переплетен, как какое-то растение, как будто его вот... А, да. Нервы, артерии, длинные. А я думаю, нервы сюда же, наверное, тоже отнесутся. Они все идут. Потому что тут очень, тут видите, как написано, для нас как бы не ясно, кто не видел людей-то таких. Видите, жилами обложу и выращу на вас плоть, то есть уже плоть. Плоть это уже мышечная ткань. То есть значит, тут пойдут и жилки, и нервы, они тоже будут видны, да, как-то какие-то они тоже нервы. Они все идут вместе, да. А, прям к жилами, прям в одно сплетение? Нет, они не сплетены, а все идут по пути. А, по путям. Ну да, ну а в костях-то ничего нету? Ничего в костях. Ничего нету, да? Нет, нет. То есть все это налагается сверху. Да, сверху. Плоть это мышцы. Да, надо смотреть на все. В костях мозг. Неохота смотреть на все. Я вообще никогда не хотел, вот никогда не хотел быть врачом. Хотел быть космонавтом, пулеметчиком, подводником, но никогда не хотел быть врачом. Я очень тяжело отношусь к крови. Я смотрю долго на кровь, и меня начинает мутить. Если долго смотрю. Если так, быстро там это, ладно, перемотал. А когда вот долго кровь, я смотрю, и она мне, кровь эта, она в моих глазах приобретает какое-то, не знаю, мистическое значение или что. Мне прям давить начинает. Некоторое, я видел, прям падает от вида крови. Слава Богу, я не до такой степени. Я вот был в таких ситуациях, когда у нас разбивался альпинист, девчонка. И я единственный, кто начал ее спасать. Остальные встали в ступор. Все девчонки, мужики вот так стоят. Я уже, ну, вижу, что надо помогать им. Хрипит человек. Я всех растолкал. Говорю, давайте, давайте все. Ну, а саму не очень, конечно. Тоже, ну, надо же заниматься. То есть, это какая-то ответственность. Просто в голове. И все. Ну, а так я очень не знаю к этому. Да, когда даже вот просто показывают какую-то операцию, там, вот-вот, ну, покажем операцию, там, ну, что там, отведите от экранов детей, там. И когда начинают только разрезать, я такой, глаза зажму, не, я не могу это смотреть. А прицепки сетрезать. Да я все это, вот, я поэтому у вас и спрашиваю, как это все будет выглядеть, чтобы воображение просто через вас. Да, у нас воображение в этом плане работает, да? Конечно. Ну, вот, у меня мельче, чем у вас воображение. Так, еще один у нас, у нас еще один доктор есть. А что вы там все спрятались? Доктора, потом швеи и так далее. Кстати, сестра, ты кто у нас? Маргарита, ты кто у нас? Свесарь третьего разряда. На станке, что ли, прям? Нет, я на конвейере работала, на моторном заводе. Вот так вот. И что же вы все от нас прячетесь? Да вы сюда должны сесть, родные вы наши. Туда, где тебе удобно, да вот. А, да, 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 нет, ну все. Нет, видишь, мы же снимаем тоже, чтобы люди, видно, вас будут смотреть другие люди. Вот сестра понимает это все. Она интернетная у нас, сестра. Сестра. Вы вместе смотрели, да? Да. И там люди смотрят, комментарии потом пишут. А знаете, какие чувства возникают, когда, ну что-то, ну такое, как вот у нас тут было не так давно. Все нормально, слава богу. Поэтому у людей там фонтан чувствует. И потом люди еще приходят. Одни говорят, ну как Вячеслав Семенов, который сейчас, ну прям он у нас интернетный лидер. Он пришел, посмотрел Игнать Тихоновича, и все, и больше его не смотрел. Там сколько-то времени. Нет, это не то, это что-то не то. А у самого в голове вот так крутилось, крутилось. И он опять туда. И опять. Чик, и началось. И началось смотреть. И таких очень много людей. И они смотрят на вас, как вы себя ведете на занятиях. Как задаете вопросы, какие и так далее. Ну я сегодня вольно слушаю. Понятно. Не готова говорить. Так, давайте, Люха Николаевна. Ну и слишком подробно рассказывайте. Мы должны поверить по тому, как написано в этом месте писание. Это место писания читается у нас в субботу. Великого Поста. То есть. Дождемся. Дождемся. Почитаем и тогда тоже. Наверное. А те вопросы, которые вы сейчас спрашиваете. Это медики все изучают с самого первого курса, находясь в анатомке. Как там, что к чему идет, как прикрепляется. Вот такие дела. Давайте перейдем дальше к Святому Писанию. Это очень важный вопрос, конечно. И анатомические сведения. Я думаю, что сейчас, если задать вопрос интернетным службам, слушателям, они скажут, давайте, давайте, поподробнее нам, пожалуйста. Это мы все читали уже. Кто-то 10 раз, кто-то 20. Там еще что-то, кажется, нервы. А как выглядит? И как выглядит-то это? Очень интересно. Они сухие кости. Кости сухие. Понимаете? Они кости не мокренькие. Когда ты вот разделал теленка, и вот они там с кровушкой, там что-то суставы. Это сухие кости. Их нету. И вдруг на них жилы легли. Значит, кости уже увлажнились. Вы об этом бы не сказали сейчас. Все, мы сели уже. Садитесь. Все, я вас выслушал. Вы бы об этом не сказали. А они должны увлажниться. Должны хрящики пойти. Как я понял, рассказывают. Не просто, что какие-то живы, натянутые. Потом какие-то нервы. Об этом вы мне не дали расспросить. Я не буду больше расспрашивать. Я понял вас. Вы еще что-то хотите сказать? Все, я вас понял. Если у Господа тысяча лет, это один день. А один день, это тысяча лет. То мы тут можем в один момент. И скорость света 300 тысяч километров в секунду. В один миф у Господа все это происходит. Вот как надо бы рассудить. Спаси Христос. На славу Богу. То есть получается, что мы будем все-таки не как духи бестелесные, не как ангелы. То есть это преображенное тело, оно не будет как дух, оно будет как наше тело. А теперь скажите, что важно, что это будет во мгновение, или то, что мы будем с телом? Нам время вообще это, вот оно вообще уже, времени больше нет уже. Все, прошли и сказали. Это вот все после этого будет происходить. Понятно? В каком возрасте мы будем? То есть в каком возрасте тело? А тут будет сказано, будет сказано, все будут в 33-летнем возрасте. Все пристанем молодыми перед Христом. Все пристанут. А вспомни, 33 возраста, это уже был старичок во времена Бородино. Бородино. Да ладно, старичок. Это был Андрей Балконский. Старичок, боровичок. Он уже был такой. Да нет, не старичок, конечно. 30 лет, но не старички. Просто мудреные опытом, там уже войны. Так они с 8 лет уже в армии были. Что ты хочешь? Им так надоедало, что можно было сказать, что они патриархи. Итак, значит, остальные все, пускай, представляют, как хотят. И вон обращаются у нас к Любовь Николаевне. А мы дальше пойдем. И выращу на вас плоть. Ну, плоть понятно уже. Все, мы себя в зеркало видели. И покрою вас кожей. Так. Это не... Плоть-то это, оказывается, не просто. Плоть это... Вот что такое плод? Плоть это мышечная ткань. Это мышечная, да? А к мышечной ткани только мышцы относятся? Или там еще что-то тоже есть? Ничего там нету. Ну, помимо сосудов и всего там жил. А мышцы как крепятся-то ко всему? Они тоже от кости к кости. А вот... Сухожилия. А сухожилия это относится к жилам? К жилам. К жилам, да? Да. Ага. Вообще ничего не представляю себе. Я запутался уже. То есть и жилы есть. То есть жилы, это прям жилы тянутся. И там нервы какие-то. Есть сосуды. О, сосуды еще. Все мышечную ткань. То есть вам ничего не интересно, да? Все интересно. Я понял вас. Очень, очень. Вы очень внимательные ученики. Очень. И вопросы вы будете задавать. Там, Господу уже, я понял. На небесах. Здесь ни к чему это. Все вы знаете. Я ничего не знаю. Лимфа потечет еще. Лимфа. Ничего не потечет. Ничего не потечет. Подожди. Мышечная ткань на крови уже уже напитана. А, ты имеешь ввиду. А что такое лимфа? Это канализация. Как сказать? Это тоже сосудистая система. Сосудистая система и защитная? Она несет в себе лимфу. Которая имеет защитные функции. Это канализация. То есть кровь это вода, а это лимфа это канализация. То есть на внедрение любых микроорганизмов или каких-то вирусов она реагирует сразу. Например, миндалины. Это же то же самое. Лимфа узлы. Раз, сразу в испаление идет реакция. И везде по нашему организму. Я так понимаю, что и вы тоже плохо себе представите все это. Ну, потому что всего очень много. То есть тут периодически нельзя представить, как, что, в какие периоды. Тут просто жилы, под жилами, видите, тут и мышцы сразу. Потому что мышцы к чему-то крепятся же, тоже жилы есть. Поэтому, но отдельно, видите, написано. Я думаю, что это для чего все сказано. Для чего Господом сказано. Чтобы пророк, он сам-то не испугался, когда все это уйдет. Картина, да. Да, картина, она такая будет, что... Сейчас как-то делают. Бывает, когда в фильме я смотрел Индиана Джонс. И там он чашу-то выпил эту Грааля. Да не с той чаши. И он начал меняться. И он такой начал стареть, стареет прям на глазах. А потом раз, и появляются просто как мышцы. Ну, лицо показывали только. А потом как жилы. И раз, и скелет появился. Вот в какой-то период прям фильм ужасов. Прям мгновение идет. Страшно прям наблюдать. А потом, когда просто черепушка, ну, как-то уже не очень страшно. Привыкли? Вот этот череп и кости к нему. Вот это и все. Я так предполагаю. А здесь попробуй ты привыкни к этому. Надо представлять себе все это. Надо воображение. Я так понимаю, что у кого воображения нет, у тебя ничего не надо. Ну и да ладно. Мы не к ним относимся и не к ним обращаемся. Мы желаем, чтобы воображение у всех было. Кстати, почему я об этом говорю, про воображение? Кто скажет? Качество лидера. Совершенно верно. Потом идет последовательность, идет воображение, знание, умение, решительность. То есть, кроме того, что ты знаешь и умеешь, ты должен решительность проявить. То есть, тут все в последовательности идет. Беспощадность. А беспощадность тут, понятно, надо кое-что отрезать ради цели, которую ты хочешь достичь. Ну и привлекательность. То есть, тут надо и дар слова иметь, можно сказать, чтобы люди тебе помогли в чем-то объединить их. Брат, тебя редко так видят. Иди сюда, сядь, и будешь помогать как раз вести. Ты молодец, хорошо подключился. Он все рассказал. Вот сюда, садись, тебя будут видеть. А то тебя вообще никто не видит, а все любят тебя. А меня мало кто любит, и все видят. Но еще и слушают. Как они вороны этого. Вот видите, как оно все происходит. Уже намного больше, я понимаю. И покрою вас кожей. Ну, тут нам понятно, как Азазелла, когда этот мастер-то говорит, Маргарита, прикройся. Азазелла заходит, а он, этот, Азазелла, бес. И говорит, не волнуйся, я видел женщин еще и без кожи. А я так думаю, что он видел и без мышц. А? Это бегемот. Нет, это не бегемот сказал. Это сказал Азазелла. Да. Извини, я 20 раз читал этот видео. Так, дальше. Я по ней практически к Господу пришел. И введу вас дух. Введу вас дух. Вот дух. И оживете, и узнаете, что я Господь. Оживете. То есть, еще не потечет кровь. То есть, все будет последовать. Видите, как сначала все вот, как бы человек, как конструктор какой-то. Я так предполагаю, что все будет происходить, как Господь творил Адама. Только что не из глины, а так как кости уже есть. И Господь, как он теперь новый Адам, он делает по-другому немного. Не будет ничего уже придумывать. Как, допустим, когда идет творение земли. Господь говорит, и сказал Бог, и все, и сказал. И раз и небо, земля появились. А в другом, чуть ниже он говорит, и сотворил Бог, или создал Бог, там, свет. Да будет свет, да будет. То есть, да, будет свет. И стал свет. То есть, и святые говорят, свет уже был в запаснике, там, у Господа где-то. Ну, там, какие-то хранилища. Он просто сказал, и раз, и свет вот тут, как я тут. Как лис перед травой. Я здесь, Господи. Ну, как бы так надо понимать. Сказал там потом солнце. А для того, чтобы солнце появилось, нужно было еще кое-что сделать. Отделить воды. Воды надо было. А для этого нужно было поставить твердь. А твердь, чтобы солнечный ветер, он нас не опалил людей здесь, на земле. Поэтому нужна была твердь. Твердь, это наша атмосфера 10 тысяч километров. А все остальное, что выше, это другие воды. А для чего они нужны-то? Да, весить-то надо куда-то. Должно быть место, пространство свое. И началось навешивание звезды, солнца, луна. Все, все, чуть-чуть наоборот. Солнце, луна, звезды. Все навесилось. А люди, как говорят, большой взрыв. И образовались галактики там. Солнце образовалось наше. А там крутилась-крутилась, земля прикрутилась. А земля крутилась-крутилась, разорвалась напополам. Луна получилась. И ничего не получается у них. Они, это только теория. Потому что другие ученые говорят, а вот это не так. А вот это как? А это почему? Натягивайте за уши. И они тогда ученые, безбожники. Они договорились. Давайте друг друга как бы не пхать. А каждый что-то там умное скажет. Ему дадут Нобелевскую премию. И мы все будем молодцы. Вот они так договорились между собой. Хитренько. По-бесовски. По-сатанински. И все. И люди сейчас тут уши развесили. Этого Дарвину приплели теорию. Птичка там где-то. У ней хоботок вот так. А у этой птички такая же. Вот в Англии вот так. Ах ты, как тебе повезло. Прям в Англии ты приплыл куда-то там на остров. Увидел похожую птичку. И теперь это значит, она на этих островах. Долбила, долбила, раздолбилась. И вот так вот весь клюв получился вот такой. А у нас-то пряменький в Англии. Почему? Все хорошо. Ты что, за дураков всех держишь что ли? Ну откуда ты это взял? Ну скажи, откуда? Ну понятно, он не мог это. Это где-то попал в какой-то грех. Сатана нашептал. Охота власти. А там еще масоны. Ну что, мы тебе поможем. И все. И у тебя и денежка есть. И вроде как слава пошла, какой-то почет. А в чем почет-то? И потом. А на что похож человек? На обезьяну похож. Когда-то мы говорим человеку, ты обезьяна какая-то. Точно. Только лохматый. А бывают люди лохматые. Бывают рудименты. О! А еще у копчик там три отдельных каких-то там четыре позвоночника. Да он же человек вообще из воды вылез. А то у него хвост был плавать. Вот напридумывали себе все это. Вот так вот и все заводилось. А мы должны все досконально знать. Поэтому жила, должна быть жила. Мышца, мышца на своем месте. Все пока что мертвое. А вот когда введу воздух с маленькой буквы, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как Павеленов было мне. И когда я пророчествовал, произошел шум. Шум. Так. И вот движения. И стали сближаться кости. Кость с костью своей. А, это только было еще сказано, как будет. То есть ты должен представить себе, что будет что-то такое прям. И вдруг Костик, друг, дружечку, чуть-чуть. Это не та Кость. Тук, ударилась не та. Тук, 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 тук. Собрался один скелетик, другой. А где-то какой-то утащила водой, может быть. И туда эта Костья добежала. Знаете, как эти роботы показывают в мультиках? Собираются там. Его взрывом разорвало там. Ну, детские такие есть. А он там чуть-чуть начал сближаться. Вот у них там. Каждый этот отдельный. Вот типок такого здесь. Я думаю, они начитались в Библии. Те, кто это придумал для детей. И вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху. Сверху. А сверху прям вот так, сверху. А Духа не было в них. Тогда сказал он мне, из реки пророчества Духу. Духу с маленькой буквы. Не Духу Божию, из реки пророчества. Это 37 глава, 9 стих. Из реки пророчества, сын человеческий. Сын человеческий с маленькой буквы. Это говорится к языке Илю. И скажи Духу. Так говорит Господь Бог от четырех ветров. Приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. Я изрек пророчества. И он повелел мне. Как он повелел мне. И вошел в них Дух. И они ожили. И стали на ноги свои. Просто весьма, весьма великое полчища. И сказал он мне, сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев. Дом Израилев только еще один. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Посему изреки пророчества и скажи им. Так говорит Господь Бог. Вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И выведу вас, веду вас в землю Израилеву. И узнайте, что я Господь, когда открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу вас в дух мой, дух с маленькой буквы, кстати, а мой в большой. И оживете, и помещу вас на земле вашей. И узнаете, что я Господь сказал это. И сделал, говорит Господь. Итак, вложу вас в дух мой, дух с маленькой буквы, мой. О чем говорится? Брат, помощник. Дух человеческий. Правильно, дух человеческий. Ну, каждому человеку есть дух свой. Как в быте, в быте тоже сказано там. Да, ну и тут мы перед этим читали. А мой почему? Потому что это действительно не дух святой. Дух святой это, понятно, третье лицо Христовой Троицы. Господа единого, неделимого. Он неделимый в трех лицах. Вот так, дух святой. С большой буквы пишется. А это дух мой с маленькой буквы мой. Потому что все Божие. И Господь как-то создал этот дух. Мы про него что-то знаем, брат? Можно просто читать какие-то качества или, ну, еще. Допустим, и дух, это 8 глава, 24 стих к римлянам. И, говорит, и дух обращается, говорит, к Богу в молитвах неизлеченных. Дух Божий обращается к Богу. Почему? Потому что мы не понимаем. И поэтому за нас молится дух Божий, который в нас. Здесь дух еще подразумевается, что войдут души в тела. Дух это и есть душа. Да, да, да. Вот и все. Совершенно правильно. Совершенно верно. Итак, вот, нужно было что прочитать. Сестра нам рассказала кое-что. А мы продолжим. Так, ладно, это восстанут все. Вот они восстали. Все-все вместе. И сколько... Где они восстанут? Как это будет? Мы видим тут. Как это все будет? Восстанут люди. Восстанут. И одни поднимутся на небеса, а другие останутся на земле, написано. Чтоб сгореть, я так понимаю. А сколько нужно будет территорий, чтобы все мы влезли, когда воскреснем? Ну, я понимаю, что там никто не будет сидеть или лежать, все встанут. Все встанут просто вот, встанут или будут стоять. В 33-летнем возрасте никто стесняться никого не будет. Я даже не знаю, будем мы в одежде или нет. Не, мы не тленные будем. Скорее всего. Не тленные? Не понятно, кто сами играет. Ну, наверное, без одежды будем, но там уже стеснения никакого не будет. То есть там мальчики, девочки, вечная игра это уже все. Как Адам с Евой. Как Адам с Евой, да. А почему? Времени нету и нету познания добра и зла, потому что все уже познано, все люди уже взрослые, все все понимают. Единственное, только не понимают, как они тут появились. Ну, понятно. Но Господь будет вкладывать по мере веры каждого, я так понимаю. И вот они стоят и подсчитали люди, что если, допустим, когда люди, ну, придет, допустим, и людей будет где-то 8-10 миллиардов на земле, то хватит такой территории, как Бразилия. Или как Франция, скажем. Ну да, ну то есть не такая огромная территория. Если сравнить с землей, это пист, и все. Как говорят, и покрыла вода, говорит это, в потопе, покрыла-покрыла, все, всю поверхность земную. И самая высокая гора была покрыта еще на 15 локтей. Локоть это около 50 сантиметров, значит еще на 7 метров выше, чем гора Эверест. Она самая высокая, 8848 метров. Может быть она тогда была повыше, пускай она даже 9 километров была. То есть на 9 километров вода все покрыла, и потом вода вся ушла. И все говорят, до этого быть не может. Сейчас бы мы тут на воде сидели, вот так бы прям, вода бы везде хлюпала, тут выскакивала, туда-сюда. Ученые недавно нашли. Одну, ну типа Марианская впадина из 11 километровая, знаете, да, 11 и 80 метров еще. 11 тысяч 80 метров. Она не просто впадина, что такая ямка, кто-то там лопатой катнул сверху. Как расщелина. Она как расщелина идет, да. То есть она, и туда люди опустились, представляете, вообще на батискафе, как-то мне сломало. Ну там очень страшно было, они описывают, я вот так аж трясешься, там что-то скрип, кто-то мелькнул, они видели там на этой глубине. Как их еще отпустили. А там что-то при обратном всплытии, там на 9 тысячах у них что-то трос за что-то зацепился, и они не могли. Кто-то проплывал мимо и так, как щенок у нас эти, перекусывает, телефонные провода. И там кто-то прыгал, пожевал так, что-то не жуется. Ладно, дальше поплыл. Ну да, типа такого. И они там вообще дрожали, думали, сейчас если откусит трос. А их же надо вот так поднимать, и они будут вот там болтаться вот так, пока их не раздавит или что-то. Ну то есть это страшно. Ну и вот, и ученые открыли одну такую расселину только под, это, где-то под Гималаями, где-то под горами. И в этой расселине находится столько же воды, даже больше на 10%, говорят они, чем покрывает все, что есть на поверхности. Просто в одной этой расселине столько воды. Это вот я как раз готовлюсь, сейчас у меня Ветхий Завет идет. И я готовился, и вот вычитывал там все, что надо, и даже что я не понимал вообще. Вот куда вода ушла, да? Да, то есть в воде было куда уйти, она бы еще земля приняла. Почему? Сейчас скажу один только. У нас идет почвенно-растительный слой, он составляет, ну в среднем это полметра на земле. Почвенно-растительный, это органические всякие растения, животные, которые померли и вот создали такой слой на земле. Потом идут осадочные породы. Осадочных породов, а пород где-то бывает сотня метров осадочных пород. Сотня метров. А потом идут, называется, метаморфические породы. То есть переходные от, переходные породы к осадочным породам метаморфические. То есть они слегка разрушенные, слегка потеряли те свойства, какие имели до этого. А этот метаморфический слой, он составляет десятки километров уже. Осадочные, да, глины, песок. К осадочным, да, можно отнести глину, песок. Да это, ты что там, там всякие камни, там ну все то, что где-то участвовало в физико-химическом выветривании. Все это. А потом метаморфические. Это породы были когда-то ультраосновные или основные, как базальт, кварц, гранит. А когда где-то трещины или что возникают, и на них начинает действовать кремния, на них начинает действовать физико-химическое выветривание. Они бывают вот надвиги, бывают просто сдвиги наоборот. Вот так разрыв такой идет. То есть надо заполнять это осадочными породами и метаморфическими, и так далее. То есть и вот этот базальтовый слой, он идет до 75 километров. 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 75 километров. Это так, легкий только слой. А потом под ним уже начинаются слои, породы, которые претерпевают давление и температуры большие. И температуры уже до 1000 градусов. То есть они там, они до такой степени почти раскаленные. Просто единая какая-то масса, непонятно, породы уже перехлестнулись, уже перед тем, как растаять. Потому что там железо, там 2000 надо. То есть они соединились между собой? Да, алюминий уже соединился с серебром давно там и так далее. Все это вот, вот такие породы. Они готовы, готовы где-то прорваться, потому что через них идут трещины. И надо, чтобы были какие-то катаклизмы с этим ядром железоникелем. И все это, это только начало. И потом этот слой, он составляет порядка 2000 километров. Потом идет слой уже жидкого, он составляет где-то 1800 километров. И потом само ядро, там еще какой-то слой, но не такой большой. И потом идет ядро, оно 1220 считается, 1250 километров в диаметре. Это железно-никелевое ядро. Он земля такой. Магма потом выше... Нет, это железо-никелевое. Прям полностью из железа-никелевое состоит вот большой шар 1250 километров. 1250. Ну что у нас 1250? Это жар-то не берет, что ли? Нет. Оно не... Ну я не знаю, в каком оно виде. Ну там вообще, если 6 тысяч... Если там 6 тысяч... Больше 6 тысяч градусов, На Солнце всего 5 тысяч с половиной. А у нас внутри Земли, где ядро, там 6 тысяч градусов. Ну наверное, я вам расскажу. Ну наверное, там просто собралось железо и немного никеля. 4% никеля. Там еще какие-то есть составы. Это все посчитали, когда пытались рассчитать, где находится центр электромагнитного поля Земли. Потому что должно быть ядро, якорь. Якорь, вокруг которого есть обмотка. И когда якорь или обмотка крутятся, ну обычно крутится обмотка, потому что ей легче крутиться. Якорь как бы он неподвижный, а обмотка крутится вокруг. Или наоборот обмотка стоит, а якорь крутится. И это разные двигатели есть. Вот такие там синхронные, асинхронные. И когда это происходит, то вот там пустота есть, и в этой пустоте возникает электромагнитное поле. И если два проводка взять от этих разных там концов, там разные переплетения, всего два, один в одну сторону, в другую в другую, то получается один плюс, другой минус, они отталкиваются друг от друга, и получается сила. Вот этот толчок, это сила. Это то же самое, что когда мы кипятим чайник, и крышка начинает подпрыгивать. Вот пар, он эту крышку выбивает. А здесь возникает эта сила между двумя полюсами, которой можно пользоваться, и вот это получается давление, и оно идет по проводам, и ты просто кнопку нажимаешь, оно передается на такой же двигатель, и он начинает крутить там тебе, ну всякие станки там, конвейеры и так далее. Почему сейчас начинает по критической инфраструктуре стрелять? Чтобы люди ничего не могли делать, чтобы не могла вода подниматься, чтобы воздух не качался, и все останавливается, промышленность, все. И люди начинают плохо жить и говорить, что-то мы плохо живем, если по нам не будут стрелять, для этого нужно сдаться, или сказать, они хорошие, давайте все прекратим. Поэтому делает человек. А с какого стиха там это все началось? Языки или первый стих? Нет, именно Евангелие. А, Евангелие, 36 глава, Евангелие там, 39-40 стихи. Вот так, так что все встанут пред Господом, вот, мы видим, как это будет, то есть соберутся жилы там, а как они с материков туда слетятся в Бразилию? Да они в Бразилию слетятся, наверное, куда-то к Иерусалиму, к центру мира все слетятся. Может, даже до Берута они там будут стоять в очереди. Ну, или вокруг вот так, и так далее. То есть, как это будет? Море-то тоже не будет. Море будет стеклянное, только я не знаю, где оно будет стеклянное, здесь, или испарится, или как будет, представить, ничего не могу. Могу только сказать, ангел пролетит, вот так, держа вечное Евангелие, и будет говорить, времени больше нет, предупреждая всех. А как кровь связана с душой? Человеческая? Человеческая никак. Как она никак? А вот с животным, да, связанным. Нет. А душа уходит, и кровь же все? У животного? У животных нет. Как нет? Что нет? Опять главное, нет. Я не про животных говорю, я говорю только про человека. Да, да, никак не связано. Не связано. Вообще. А в какой момент душа выходит из тела? Человек умирает, в какой момент душа выходит из тела, и что происходит с кровью? У Господа не так все было, я могу точно сказать. Да, пронзили, у него уже вода, и кровь потекла. У Господа все не так было. Он должен был сначала задохнуться, а потом, а он сначала воскрикнул, свершилось, а потом только задохнулся. Так не должно быть. У него асфикция должна наступить раньше, говорят. Если душа вышла из тела, в святой толковании, говорят. Он должен был задохнуться, он не мог воскликнуть. Он воскликнул. То есть у Господа все не так. А у людей, ну, по законам, естественным законам, ничего не сделаешь. Вот, Михаил стоматолог у нас, брат, он тебе скажет, что лучше, чтобы поставить укольчик вот сюда. Может, тело бездействие. Потому что там полезешь вот так вот, и как дернет человек, и все, и полетит все подряд. Поэтому, когда появились укольчики вот эти, то мне стало так легче жить, у меня тогда Марина стала спокойно ходить к врачам. А то до этого ее пришло, приходилось прямо на аркане тянуть. А я на силе воли приходил. Я знал, что надо. Садился роботом. Меня брат что-то спрашивал. Я открывал вот так рот. И на третий раз только. Да закрой уже, закрой ее. Все, вот так вот костяной. Я вот так сцеплюсь. Немножко расслабьтесь. Ну, вы какой-то не мужественный. Нет, я готов. Медуза. Я медуза. Я никто. Я маленький таракашка. До такой степени там, когда на нерв попадает особенно. На нерв же ты заводишься. Как автомобиль. Так же, да? Ну, кровь-то, конечно, останавливается. Сердце. Сейчас кровью связано. Так что, Лена, у нас все по законам происходит. Я говорю, ты не ответил на вопрос. Нету никакой связи. Может без души тело находиться? Может, когда помрешь. Или по черепушке двинут тебя сзади. У тебя дух вон. И ты лежишь такой. А потом раз приходит. Нет, душа выходит, процессы все останавливаются. Все уши. Только идет на разложение. Ну, вот у врачей можно спросить, наверное. Белорусская смерть. Улетела, человек умер. Все. А как оно? Я думаю, что врачам, которые верующие, им вообще легкотень. Потому что есть какие-то там непонятки, там, что-то попробуй ответить. А тут Господь есть. Где-то и Господь тоже. Ну, как, допустим, эти политики американские пользуются. Раз говорил, говорил, там, будем все равно поставлять оружие. А стрельнут по нам. Ну, лоран стрельнут. Боже, храни Америку. Не, подаль. Ты что так быстро так? Храни Америку. С чего это? И у нас тоже то же самое. Ну, там, как у нас говорят. Если по нам стрельнут, то мы тут же ответим. У нас автоматически ответка идет. Ну, и, конечно, все мы погибнем, понятно. Но они сдохнут, а мы в рай попадем. Тоже неплохо. Смотри, брат. Вот, между прочим, когда, знаете, вчера было вроде, в субботу, там речь зашла о том, что никто не скажет, в какой части тела находится душа. Вот судя по тому, как мои наблюдения, да, то, что вот я помню, у меня в детстве был момент такой. Я проснулся, и это, был страшно испуган тем, что у меня рука не поднимается. Я чувствую, что я ее поднимаю, а рука лежит у меня на постели. Я тогда был неверующий, я не знал, что душа у нас же есть внутренняя. И вот один это издевает момент, что душа находится во всех частях тела именно. Я вот, к чему веду-то? И когда Господь явился, будучи сквозь обзор стен, Он показал руки свои. То есть мы, когда даже умрем, мы будем видеть того человека, именно как он при жизни был. Это не значит, что он будет какой-то плен. Нет, душа, именно она форму имеет. Он и руки, и ноги показал еще. Да, да, да. И ребро. То есть форму мы будем видеть этого человека? Откуда мы его знаем, что это тот человек, который мы его знаем? Нет, мы будем похожи, мы друг друга узнаем. Да, да, да. Я вот к этому говорю. Там будет только одна странность. Муж с женой, они будут как брат с сестрой. Но они будут знать, что они были мужем с женой, все. И еще мне очень... Еще один, я закончил. Игнать Тихонович говорил про своего отца. А у отца там тоже что-то там какая-то происходило. Он говорит, вот у меня там руки-то не было у него. А он говорит, у меня там какой-то палец лечит. Болит. Да. Фантомные боли. А дети, которые рождены... А то уже не ко мне. Да ладно, все. Достаточно. Так, ну и потом, и более такое простое, это воскреснут одни праведники, восхищенные на облаках, по воздуху на встречу Господу, встречающие Господа с дерзновением. Как понять с дерзновением? С радостью. С радостью. Дерзновение, радость. Еще как? Если ты при жизни здесь стремился, все свои существуют к Богу, то и там ты, конечно, будешь... Долгожданная встреча с дерзновением, то есть ты немало не сомневаешься, что Господь, да, тебя Господь именно встретит, а не кто-то там. Потому что как там есть, ну, у святых такие, что это там Антоний Великий и Макарий. И умирает Антоний Великий. Его душа возносится, и Макарий видит это, и ученики тоже увидели. Он как-то показал, видать, Господь им. И вот они раз, а там сатама стоит, прям такой огромный, прям до самого неба. И сшибает всех там, не только он поднимается, другие, он так сшибает все. И он так пролетел, пролетел уже все, и все. О, спасся, спасся. А этот говорит святой, нет, еще не спасся, подождите. И вот там он, вот все, там он уже наступил, там врата вошел, все спасся. Нет, еще не спасся. И он когда только врата задвинулся, он, вот теперь все, теперь брат нас спасся. То есть вот так. Поэтому, ну, тут как бы там понятнее намного. Вот Игнатий Иванович пришел, чтобы нам рассказать. Вот Игнатий Иванович, глядите. Воскресенье двоякое рода. Одно общее и вселенское, а другое для праведник, которые будут восхищены и взлетят. А те, которые грешники, они не взлетят, написано. Не взлетят. Ибо грешники, хотя воскреснут от гробов, но не поднимутся от земли наверх. На земле ад будет. Вы слышите, Игнатий Иванович? Да. То есть получается, что мы какую-то картину нарисовать можем, вот этих грешников, после отделения их от праведников. А вот озеро Огненное, там все подряд будут проходить или только... Не озеро Огненное проходить, а реку Огненную. Но есть же там и про озеро. У Данила, который говорит. Да, да, про реку. Игнатий говорит, заходят все до одного. Воскресшее. Праведник выйдет, как золото блестящее, а грешник выйдет, как головня. И над ним написано будет развратитель, завоеватель, предатель. Там, ну, грех будет видно. Мусульмане тебе так говорят. Ну, они-то счет-то ведут маленько другой. Суд будет продолжаться 50 тысяч лет. Это каждого дела подробно. Кто-то что-то попытается оправдать. Ну, такое понятие. Ну, времени-то не будет, поэтому, может быть, и 50. Ну, главное, суд будет, вселенная будет видеть. Вот мы, конечно, разговаривали с людьми. Чтобы мы закончили. Можно так подумать. Вот в житиях святых сейчас-то было. Он не верит. Ее подбили там Валентина. У нее коротенькая такая биография. А там идольское капище. Ну, и там жертвенник такой. Ну, ты будешь приносить жертву? Кому? Ну, и Зевсу. Война идет. Она вот так вот пнула, и все развалилось. Где? А у нее больше ничего нет. Она пинать все умеет, Валентина. А вот другая, и другая считаешь там где-то. Легли спать жрецы и слышат бабах, тарах. А ты не знаешь, что там делают? Да не знаю. Дорогу, наверное, делают. И что-то ломят. А он, оказывается, кувалду взял, проник в капище у них и крушит их подряд все. Ясно дело, государственное преступление, казнь. Емельян пошел под нож. И они сразу, вот, идет по стадиону, а в это время казнят праздников на Союз. О-о-о, это же надо в государстве. Это самые люди были честные. Какие же правители бестолковые? А христиан казнят. Он мог не говорить. Он говорит вообще, как будто кому-то где-то. Его сразу же арестовали. Ну вот, а Глаида-то жила. Кому, когда пьяницы, кому болятся больше? В Анифате. В Анифате. А он со служанкой. А он слуга. А она госпожа, дворянка, видимо. И она, он такой рыжеволосый был, шутник. И она соотношение имела с ним. И вот теперь, одна как-то очнулась и говорит, вот, знаешь, говорит, надо мощи достать к мужчинам. Где мощи есть, там с грехом бороться легко. Вот меня пошли. Но когда он вышел за ограду-то, а потом обернулся и говорит, слушай, подружка, а если меня мощникам привезут, голову отрубят, ты будешь это любить меня? И иди, пьяница, только разговаривать, махло рукой. Он приехал там на сколько-то, 300-400 километров, а там казни. Он подошел и сразу говорит, вы с ума сошли. Да разве так делают? Да этих людей надо повышать должность и дать. Кто ты такой? Откуда он? Говорит, из Барнавола. Ну, они его сразу захватили, голову отрубили. А те сидят там где-то в гостинице, ждут. В Анифате-то застрял где-то. Ну, наверное, нашел какую-то шлюху-то. Потешается. А может быть и выпил. Ну, третий день идет. Это все-то долго. Он обычно на второй день не является. Вот как этот Маринеск. Он никому не подчинялся. Ему золотую звезду, говорят. А он с какой-то шмарехой там застрял и говорит, скажите мне не до этого, она уже со мной. Вот так и это тоже. Слуги пошли. Пришли. И говорят, а вы тут не видели такой рыжеволосый такой парень был? А то когда? До третьего дня. Да тут казнили какого-то. Он откуда-то изборнулся, что ли, говорит. Он тогда подошел к нему, а у него голова отдельная. И они отоглянули на него. До Ванифати. И он улыбнулся им. Когда улыбнулся, они поняли. Они тогда его и на ослов своих, и туда. И вот она, Аглоина, получила мощи. Естественно, что она их там намастила. Он как бы предсказал пророк. Вот у нас тут одинец Володя ходит. Хороший парень. Но недовольный. Чем? Да у меня по спискам-то было, по церковным правилам. Ванифати, у меня Владимир. Да Владимир в этих пруд-пруди. У меня ролик стоит. Сорок Владимиров, которые в моей участии приняли участие. Вплоть до президента Владимира. Ну вот он. У нас деревня такая. Деревня-то какая там? Он приезжает, три Владимира. Да мало-то еще Владимир, да еще и Владимир. И отец-то был Владимир. И вот, говорит, от Ванифати. К нему столько бабок приходит. Вот это мой святой. Ну зачем меня Владимиром назвали? Я ж он Ефати. Я встречался с такими. Его мать, видимо, пока я знаю, тут один. Он баптист. А она, я ходил к ним. А она обратилась. И его родители обратились. А он дома. Она еще в роддоме. Он обязательно зовет таким общераспространенным именем. Это Нашташа, Мария там это. А она говорит, да по графику такой. Да идите со своим графиком. Библии этого нету. А библейские имена называть? Назови сына Зарабавелем. Да не вжись. Ты в молотилку залезешь, да не назовешь. А вот у нас, возьми, в деревне. Староста деревни. Игорь. Игорь. Да Игорь у нас счастов. Четыре счтеца. И все Игори. Да два даже Игоря Владимировича. Я Егор. Два Игоря Владимировича, счетцы. А вот его Терентий. Второй сын, это Еремия. Вот это я понимаю. Я про имена говорю. Сколько они несут. А библейские имена не в графике. Любой день называй. Вот так. Вот так. Спаси Христос. Мы как раз вас дождались. Все, закончили мы. Так, батюшка-то где? Уехал? Батюшка уехал, да. Договорились нас через две недели. Прошлое, прошлое занятие. Когда батюшка-то был здесь. Недели две назад, наверное. Так, да. Ну и тут, вот наш брат тут выступал, где. В интернете много на это отзывов. Все сто процентов на его стороне. Брат против войны. Он не терпит. Он, да. Грубый, он говорит. Я грубый. Но зато он не лицемерный. И нигде не будет тебя поддакивать. И против тебя, если он дружен, с тобой никогда не поднимется. Это люди говорят, которые. Ну и он... Вот такое. Надо, главное, уметь обызвать из их стала. Батюшка, я никогда не буду говорить. Молчок, дальше буду обдумывать. Недели, другую. А потом это все скажу. Я не слышал сегодня, от кого упоминал патриарха? Нет. Нет. Молитесь, чтобы батюшка от этих отстал. Нам не надо. Этой молитвы не было. То, что брат говорил, вот, что там. Ну и что там, где... У нас в 62-м году от баптистов отделились те, которые зарегистрированы. А раз они зарегистрированы, они все на учете. Им говорят, чтобы до 16-ти лет детей не было в молитвных домах. Крестить до 16-ти лет никого нельзя. Но власти. Уполновающие по религиозным культам. А там начались такие люди, которые восстали и говорят, да что в самом деле-то? Все предали-то. Народ божий, поднимайся. Отходите от них, это предатели КГБшные попы. Ну, там не попы, а пресситера где-то. Ну и началось сбежение. Это было в 62-м году, и я помогал тогда уже разносить, которые тайны ездили, послания от них. Ну, их сажают. Их общие сложности где-то, наверное, 130 человек пересажали. Не менее 30-ти домой не вернулись. Там и закончили. Вот это Храпов, известный такой чудесный поэт, 29 лет отмотал с лишним. Вот теперь мы не зарегистрированы. Я перед тем, как вот началась вот эта катавасия с объединением-то. А здесь об объединении речи не было. Ах, о каноническом признании. То есть мы признаем Московскую патриархию благодатную, а они признают, что это зарубежная церковь. А до этого, вот они там монастыри и все отбирали. Всякие раскольники. А тут ничего не раскольники, только заходите. Ну и все. Так не получится. Надо признать сначала свои ошибки. А еще признавать-то. А мы как были, если я сразу пошел в отдел юстиции краевой, нам нужно перерегистрацию. Не надо, у вас все на месте. И вот это, что они там делают, это я не хочу встревать даже. Ну, просто религиозно. Они не сказали патриархийное. Туда надо заявление писать. Мне легче умереть, чем чтобы туда писали. А то у меня первый наказ всем, которые здесь, которые наши. Никогда, ни под какими условиями к ним заходить нельзя. Вот сейчас какие нападения идут на патриарх, это все наши шишки будут. И мы должны назвать его великий отец, там великий господин. Мы зарегистрированы от зарубежной церкви. У нас никогда не было, чтобы мы ходили, доказывали там и проще. А это все пройдет. К нам не имели претензий. Мы признаем, до этого признавали митрополит Сергия. Патриаршик к нам приезжает, потеряет, здесь служит. Меня причащает. А другие, да и еретик, там Боркин эти подворотни лает. Что они там знают-то? Ну, ты посмотри конкретно. Дальше отзывы какие дает народная линия. Тут уже ролик-то выставили они большой. Если вы признаете, что Лапкин еретик, отсюда вы сделать должны вывод, что Патриарш совершенно ничего не понимает. Кого он вдруг полагал? Митрополит Сергий. А митрополит Сергий борется с еретиками, он должен быть извержен. Ну, его так подбили, те сразу в спаси, готовили передачи против меня, сразу отношения стали. Люди работают. Вот какие-то находят, а раньше на меня нападали, там, допустим, Дудин Сергей, Томской партии, ДС. И они стали ДС, я говорю, ну тут прям дьяволся-то, она, что тут? И вот сейчас какой-то ДС из интернета собирает всю эту вливотину и ко мне толкают, а я даже не гляжу. ДС подписался, точка Д, ДС. И что? Против меня, я сам не считал, но где-то примерно 260 роликов. Людям платят большие деньги за это. Мне сказали, он говорит, я там в пятизвездном отеле живу, благодаря вам, вот, делает каждый день там всякую грязь. Ежедневно. Ну, обычно, ну, 10-15 тысяч, это уже много. А которые мы избрали, сказали, я сказал, в деревне жить хорошо. Только пока обрабатываю, каждый день на него идёт. И там уже 650 тысяч просмотров. Они кричат, и чем больше кричат, тем дальше слышно. Никто бы меня и не знал. А теперь заряжает Википедия. После Игнатия Брещанинова я на первом месте стою. Они мне подняли рейтинг-то какой. Ты только благодаря Богу. А что они делают? Венец вплетают. Залезали, такой венец вплели, настолько большей головы, что голова осталась неуверен, что он прямо до плеча оказался. Венец-то вот какой. Радуйтесь, веселитесь, велика ваша награда на небесах. Мне никакого дела нет. Тебе как-то мешает это, батюшки, я хотел сказать, там, они не перестают. Да как они мне мешают-то? Я же молился на них и днём, и ночью. А им не дано другое. Эта планета такая. И, судя по всему, что они делают, очень сильно похоже, что похулили Духа Святого. Раскояния никакого нет. И придумывайте, а другое соглядывайся. Про кого он рассказывает-то? Ну, маленькое надо, чтобы как-то сходилось. Ну, они делают как? Такой был Геббельс, министр пропаганды у Гитлера. Он говорил, чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. Ну, а у нас наоборот. Почему дьявол? Правильно ли, действительно ли Бог сказал? Не говорит, что Бог с тобой не разговаривал. Ты женщина, что он сказал? Действительно ли? Ну, маленько не так. В этом вопросе. Ну, ты смотри, дерево, это прекрасно. Дает знания. Ты знаешь, у тебя знаний-то никаких нет. Разве ты ходишь, и понять у тебя нет, что-то так нельзя. И без галки не сшил тебя, Адам. Ну, я перевожу на сегодняшний язык-то. И что? Поверила. А, Бог что сказал? Ведь Бог сказал, не вкушайте. А она отвечает, не прикасайтесь. Видимо, она сразу полезла пощупать. А Адам сказал, что назад. Да если было полено, то огрел бы, не грех было. Сегодня, говорит, бывает, скайпью, даром пили. Надо ущить людей. И не поклоняя рук ущить. А ты знаешь, какой он будет? Да Бог его знает. Вчера одна вышла и на нас, ну, ее вывел Вячеслав. И один у нас был, крещение принимал. И он не скрыл, что я убировал. И она меня из дома выгоняет. Как будто соседский кот зашел. Ребенок уже есть, она выгоняет. Ну, и когда вернулся от нас-то, она его не пускает. А живет-то у тещи. Это как один шел, говорит, заясь тонет. Он на так лапу поднял. Та ну, да не у тещи в дому. Последний штырек тебе поставили. И вот здесь та же самая история. И когда он ушел, и, говорит, нашел другую женщину, с ней там уже имеют отношение. А я теперь уже поверила. Она же поверила. И вчера вышла. Я говорю, в первую очередь, вы свое место не знаете. Когда он пришел, тебе Библию дал? Да, давал, Библию выполнил. Почему не стала молиться? Почему в церковь ты не пошла? Ты разбрасываешься мужиками. У нас в стране до 9 миллионов, это четкая цифра. Женщин, которые никогда за муж не выйдут. Настолько их меньше. Меньше. Ну, вот сейчас где убивают-то мужиков? А баба дома осталась. Так это не сегодня, а вот Чечня, Афганистан. В Афганистане только 14 700. Моя рассуждать. Она сама плащет, говорит, плащет. Ну, конечно, он тупо любил, а вот я как? Я говорю, теперь у меня об этом речь. Речь о том, уверуешь ты или нет. Венщина нет. Никто, два блудника жили. Вы даже не венщины. И поэтому тянуть его оттуда, которая приняла его, обняла, обласкала, и которая выгнала его, плевала, может, вслед его. Зачем тебе нужен такой? Он сказал, я тебя уже не люблю. Ну, и все, как ребенку. Ну, алименты назначат, будет платить. Сейчас о нем блаженность шреба не носившая и сосы не питавшая. Обстоятельства такие, чтобы будете идти и варить своих, чтобы их съесть. Это было в Библии написано. Ну, вчера с ней так поговорили. А тут я его нашел. Когда беседовали, вот, Игорь Владимирович сидит за столом, потеряете, прием. И он много беседует и говорит, такое имя у него, патриарши. И от нас, когда поехал, у меня ролик. Такой-то, такой-то, удержится ли. То есть, я уже говорил, если бы у тебя не жена была, я бы разрешил, мы с Володей живем, ты нам не помешаешься здесь. Но у тебя жена, ты сохрани семью. Он еще надеялся, что... Она мне выдумала, ну, сделай как-нибудь так. Он Библию с ней читал. А? Он с ней Библию читал, а она говорит, я... А мне было, это просто, ну, раздражало. А сейчас ты в церковь пошла. А теперь я готова, готова. Дайте мне такую молитву, что я просчитала и привязала его. Молитву такую, заговор. Нет, она говорила... Я знаю такое, это... Она говорила, чтобы забыть его, наоборот. Чтобы забыть. Чтобы забыть, забыть. Забыл? Забыть не ей. Ей, чтобы забыть его. Да, она же сказала, дайте такую молитву, чтобы не забыть про него. А-а-а, вон как. А я знаю такое, что привораживает. На работе работаем? Ну, да. Парень, кажется, 23 года. А я 56, что ли, лет-то. И она привязала к себе. Нормально работает? Мы садимся обедать. Он выйдет вот так вот, глаза туда вот ставится. Ты чё? А я о Полинке всё думаю. Какая она хорошая? Ну, она в два раза с лишним старше тебя. Даша, сколько у неё там перебыло перемятые? Ну, зачем тебе нужно-то перебуху чужую собирать? Бесполезно говорить. Другой так же был. И что? Она ему назначает тайную встречу от жени. От жени когда-то уйдёшь? Иван его звать. Иван. А сабы слойки такой, по два метра-то. И она знает, что он уверовал. И она начала его бить. А достать-то не может где? Ваня, иди сюда. А саба ставит на скамейку. Отходит она его по щекам. Чтобы достать-то ему по щекам-то. Ну и вот. Та решила, пускай идёт сюда. И то не возвращается. Он пришёл. Только в первую встречу он сразу зарёзывал её. Тюрьмой вернулся к своей. Это я уже знаю где. Который лично знал людей эти. Поэтому вот эти ворожбы, там дьявол. А раз дьявол, а дьявол человекоубийца и лжец. А как? Да не надо этого тебе. У меня один знакомый, несколько раз сдавал экзамены на вождение машины. И никак не может сдать. Я говорю, ты помолись, что Бог тебя открыл. Что твоя смерть на дороге ждёт тебя. Ты посчитай. Вот сейчас в Барнауле страшные аварии были. Она работала в крематоре здесь. И с кем-то она сидела. С ребёнком или шопёр. А тут автобус впереди. И вдруг КамАЗ едет её как же в лепёшку и к автобусу. Мгновенная смерть. И выскочил, убежал и найти не могут. И в другом месте тут авария такая. Это ты мог быть. У меня в жизни было, я кое о чём молился, у меня это не получилось. А потом жизнь-то идёт. Я вижу, Господи, а если бы по-моему было. Ходил записан в легионеры с Францией воевать. А для чего тебе нужно, чтобы французский язык улучшить? А то в армии ещё был. Ну скажи, чё моя ещё не башка-то или нет? Господь её повёл другим путём. Как вас не посадили-то из-за этого? Это в армии когда было. Как вас не посадили-то ещё, если вы такое писали заявление? Почему не посадили вас ещё? Почему не посадили? Так я же не пошёл. Да как проситься-то надо у французов? Так я во время службы в армии. Во время армии набирали. В легион? Во французский? Да, конечно, за тех, которые за Советский Союз. Они им помогали. И нужны добровольцы были. Волонтёры. Там где-то с лжизом связано. С лжизом. Там какая-то часть была, которую Советский Союз подкармливал. И нужны были воины. А, вон, в чём дело. А я в это время просуществился. Французский легион со стороны Советского Союза. Французский легион, это французский легион. А это добровольческие подражнения. В армию я пошёл. А я ничего понять не могу. Бюрок каких свет не видел. Я вам вопрос не задавал просто. А вот у Бога всё известно было. Я тебе, Господь, проведу такими путями, небо в копеечку покажется. И Бог так сделал. Надо мной такие опыты были. Представь, подвешивают. Вот так вот надувают всё тело. Психиатрия. И рядом сидит со шприцом. Сейчас один укол. И всё. И везде будет известно. Сама сошёл. От того, что стал берущим. Только одна молитва. Господи, не допусти. И всё. В окошке выбрасывал записки. Одна записка попала в руки. Тринадцатая по счёту. Её отцу привезли. Отец фронтовик войны. Мать десяти летей, родившую воспитавшая. Мать героиня. И они за мной приехали. И им отдали. Дали, но на расставание ещё меня воткнули один. Вы его сами привезёте обратно. И во мне такой был жар. Не знаю. И главное, село сберём. Зима. Тридцать градусов мороза. Пищу это мне не надо. Молоко в бетоне. А молоко горящее или холодное. Оно содержит. Ножом раздолбаю. Там кашу сделаю. Я тебе пью. Если вы хоть стаканы или что-то выпьёли лодки. Всё, с ума сошёл. Вот что пришлось пережить. И я вижу, как это хорошо. Мне везде путь закрыли. Я думал, я выучусь. На корабле капитан. Сойду там-там. А теперь я вижу. Куда пошёл-то? Эх ты. И Господь сделал так. Меня всё запечатал. И выхода нет. Только идти брать в руки отбойный молоток. И готовить могилы. А сейчас Запад-то подровнялся с Россией. По полной программе. Это всё у меня было здесь вот. Даже вот как посмотрю. Это мой путь. Вчера мы до конца с батюшкой посмотрели. 52 года в пути. Когда я её видели. Там я рыдаю встаю. И потом как мы подаём книги. Полиция. Ну и заново подновилась. Хоть заново плащ. Ну за это-то время ещё тут. Вот. Чего не было. Бог дал. Слава Христу. Ну и у нас всё. Ну что. Слава Богу. Скажите кто будет молиться и поём. Так. С левой стороны у меня самая молоденькая девочка становится. С правой самая молодая парнишка. Кто из вас старше-то? Ничего себе. Я старше. Ты старше. Ну так что иди сюда юноша. У нас бабки говорили юноша. Где она ещё одна у меня? Вон идёт. Это конвой мой. Скорее, скорее, скорее. Вы ещё достойно пропустили. Достойно есть якова истину. Положите Тя, Богородицу. Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херубим. И славнейшую без сравнения Серафим. Без искления Бога Словородшую. Сущую, Богородицу, Тя величай. Милостивый Господи. Слава Тебе за Тое долготерпение. За воскресный день, напоминающий о Твоей победе над дьяволом, над злом, над тьмою. И всё слышно сохрани в наших сердцах. Ты сроднил нас кровью Твоей святою. Ты сделал нас, как ягодками на виноградной лозе. Слава Тебе. Благослови томящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических темницах, Сергея, этого Николая, который игумен, Илью, Мажар, Анну. И неведомых нам страдальцев, пытаемых, убиваемых по всему лицу земли. Прими их в обители вечные, отверзень двери неба. Тебе, Божья, хвала. Тебе слава за всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Богу нашему славу. Вовеки вечера. Слава Христу.